Не все еще в курсе, но наверное многие уже слышали, что на Яндекс.Зен теперь можно зарабатывать на коротких видосах. Коротких это ну прям очень коротких, то есть до 60 секунд. В таких видео наконец появится реклама, если кто не знает, то раньше монетизировать можно было видео, которые были длительностью от 2 минут. То есть теперь теоретически можно будет монетизировать видео до минуты и от 2. Видео, что оказались между этими категориями, то есть которые больше 1 минуты, но меньше 2 минут, скажем минута 30, не попадают ни туда ни сюда. И снимать такие просто бессмысленно. Ну а мы сегодня поговорим о тех видосах, которые монетизируются и которые до 1 минуты короткие видосы. Как получить эту самую монетизацию, как начать на ней зарабатывать. В общем это Кретов, подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится и мы начинаем. Как я уже сказал, не все знают, что можно монетизировать такие видео, а те кто знают, скорее всего слышали вот эти истории про то, что заработал за неделю 50 тысяч рублей на коротких видео. Кто-то заработал меньше, кто-то говорил, что 10 тысяч за месяц заработал на коротких видео, кто-то там 50, как я уже сказал, за неделю, кто-то там под сотню тысяч за месяц заработал. В общем цифры у всех разнятся, но многих как раз эти истории и привлекают, что о, ничего себе, можно оказывается зарабатывать. Многие начинают эти видосы снимать, но не знают, что просто так они монетизироваться не будут. Нужно подать заявку. Чтобы подать заявку, нужно найти соответствующую вкладку и нажать эту самую «Подать заявку». Давайте перейдем и посмотрим, какие там условия для того, чтобы вас обязательно туда приняли. Итак, что нам нужно сделать первым делом? Первым делом нам нужно найти вот такую вот вкладку на Яндекс.Зен «Программа развития коротких видео». Чтобы было проще, просто вбейте ее в поиски, он вам выдаст страницу. Переходим на эту вкладку и вот что мы видим. Программа тестируется и пока доступна отдельным блогерам. Сроки участия в программе индивидуальны. Условия программы могут измениться, следите за обновлениями. То есть не всем она доступна, но нам нужно подать заявку. Собственно в чем суть программы? Это программа поддержки блогеров Зена, которые создают уникальные, интересные и качественные видеоролики вертикального формата длиной до 60 секунд. Это важное условие. И если с длиной до 60 секунд все понятно, с вертикальными тоже все понятно, интересные и качественные, довольно абстрактное понятие. Но в принципе ниже есть некая расшифровка, которая помогает понять, какие каналы все-таки возьмут в эту программу, какие не возьмут. Поддерживая блогеров, мы рассчитываем на плодотворное сотрудничество, поэтому контент участников должен соответствовать критериям качества. Они действительно в течение всего участия в программе. То есть нужно всегда делать качественный контент. Ну и какие условия? Вы активно ведете канал в Дзене и регулярно публикуете новые материалы. То есть нужна регулярность. Вы снимаете качественные видео с хорошим звуком. Длительность видео, которые мы поддерживаем в программе до 60 секунд. Формат вертикальный, видеоролик в соотношении сторон 9 к 16. Видео и другие ваши публикации не нарушают общие требования Дзена и требования к видеоконтенту. Ваши ролики оригинальные и сняты лично вами. На них нет водяных знаков и других платформ из соцсетей. В общем, в принципе, все понятно. Снимать нужно самому. Соотношение сторон 9 к 16 до 60 секунд. Ну и на канале должны регулярно публиковаться материалы. Вот. Как подать заявку? Ну, присоединиться к программе. Тут есть вот кнопочка «Подать заявку». Чтобы присоединиться к программе, проверьте, что ваш канал отвечает критериям, которые выше описаны. Если заявка пройдет отбор, вы получите письмо на адрес электронной почты, которое указали при заполнении формы. Нам нужно время, чтобы обработать заявку. Срок рассмотрения занимает от одной рабочей недели. То есть больше недели будут просматривать. Собственно, ради чего все это нужно делать? Вознаграждение и выплаты. Особенности программы монетизации. Вы получите вознаграждение за просмотры коротких видео до 60 секунд. Раньше можно было монетизировать только от 2 минут. Монетизация ролика начинается, когда он наберет минимум 10 тысяч просмотров. То есть меньше 10 тысяч просмотров монетизации не будет. Максимальная сумма вознаграждения за одно видео 15 тысяч рублей. Максимальное число просмотров одного ролика, которое может быть оплачено 500 тысяч просмотров. Полмиллиона. То есть больше всего ценятся подписчики. И чем больше подписчиков посмотрят ваше видео, тем выше будет доход. Вознаграждение начисляется один раз в месяц. Ну дальше тут пишется, что участие в программе добровольно, но кто же откажется снимать короткие видео до 60 секунд и получать за это деньги? За время участия вы не только получите финансовую поддержку, но и можете увеличить аудиторию своего канала. Получите новых заинтересованных зрителей и лояльных подписчиков. Вы можете в любой момент выйти из программы. Ну да, кому это более надо. Для этого обратитесь в службу поддержки. Дзен также оставляет за собой право исключить блогера из программы без объяснения причин. Но это вот о чем я говорю, что нужно постоянно публиковать качественные видео своего собственного производства. То есть если опять чужие начнешь пихать, если опять некачественное будет, то тебя исключат. Ну а самому исключаться, ну какой смысл? Я тут зарабатываю, пожалуйста, выкиньте меня из программы. Никто так, конечно, не сделает. В общем, как оказалось, правила немного абстрактные и понятное дело, что всех не примут. Но что же произойдет, если мы нажмем кнопку подать заявку? Давайте посмотрим, что там нужно и какие пункты требуется заполнить. Если нажать кнопку подать заявку, то откроется вот такое окно. Здесь нужно ввести имя, название канала, короткий ID канала, либо полный URL канала, контактный e-mail. Потом нужно написать, вы уже публикуете короткие видео на Дзен или нет. Я рекомендую все-таки сперва публиковать несколько видео перед тем, как подавать заявку. Как часто вы планируете публиковать короткие вертикальные видео в Дзен? Ну, лично я поставил несколько раз в неделю. Если кто-то может там каждый день, то лучше, наверное, попробовать каждый день. По поводу несколько раз в день, ну, не знаю, может это и будет оптимальным вариантом. Но сможете ли вы это делать, большой вопрос. Ну, также раз в неделю. Наверное, здесь надо публиковать либо очень популярные видео, либо все-таки постараться и попробовать делать чуть побольше. Вот, ну, после этого нажимаем просто отправиться. В общем, если вы подаете заявку, то не факт, что вас туда примут. И в этом главная проблема Яндекс.Зена. Так было с Нерваной, так теперь с короткими видео, так было и с длинными видео. То есть у некоторых авторов все хорошо, у них все монетизируется, они зарабатывают на этом деньги, причем деньги, как оказалось, нехилые. То есть тем, кто получает доход, этот доход приходит такой, нехилый. Другое дело, что здесь нужны видосы, которые набирают от 10 тысяч просмотров. Я подал заявку, но у меня таких видосов, к сожалению, нет. Вернее, есть, но их всего пара штук. Причем вертикальных видео не так много. Я вот на своем канале, который личный блог, давно уже не размещал никаких статей. Последняя статья была 25 июня, 29 я размещал видео, потом 2 июля опять видео. Но вот эти два видео, они горизонтальные, а вот эти три вертикальные. То есть вот как раз ради эксперимента я их и разместил. И после этого подал заявку. Но, как видите, 10 тысячами просмотров здесь и не пахнет. Первое еще более-менее, то есть 993 просмотра. Один комментарий кто-то оставил, здесь 145 просмотров, здесь 83 просмотра. То есть они особо-то и не крутятся такого формата видео, в отличие от тех же видео, которые полномасштабные, вернее, горизонтальные. Видимо, весь трафик уходит тем, у кого они уже монетизированы. Но меня тут немного беспокоит вопрос справедливости. То есть, как я уже говорил, все авторы на Яндекс.Дзен равны, но некоторые ровнее. Получается, одни зарабатывают, другие не зарабатывают. Причем зарабатывает всего несколько человек, причем хорошие деньги. А остальные как бы, ну, не у дел остались. Почему так происходит? Так было с Нирваной, что вот у нас есть нормальные авторы в Нирване и есть все остальные. В Нирване, скажем, нормальные деньги зарабатывают, причем тоже не все. А вот следи обычных авторов, ну, мы им будем поменьше платить, что ли. Ну, что такое? Есть какая-то каста возвышенных, есть какая-то каста всех остальных. Несправедливое разделение по одному Яндекс.Дзену известному принципу. Но будем надеяться, что вскоре программа заработает на полную силу и монетизацию смогут получить все авторы, а не только какие-то избранные. Потому что, насколько я помню, с длинными видосами вообще непонятно как. Непонятно было, когда момент наступил, когда уже у всех монетизируются видео. И непонятно до сих пор, монетизируются ли они у всех. Есть такое подозрение, что некоторые хоть у них и набирают, там, миллионы даже просмотров этих видео, они с этого ничего не зарабатывают. Вот, надеюсь, так не будет в этой ситуации. И надеюсь, что время тянуть они тоже не будут. Если они тестируют, там, месяц-два потестируют и запустят для всех. Вот, ну, а с вами был Кретов. Подписывайтесь на мой канал, на Инстаграм тоже подписывайтесь. До новых встреч, пока!